МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Панорама. С вами Полина Шуба. И вот о чем расскажем сегодня. Российский премьер Мишустин спустя полтора месяца снова в Минске и снова во Дворце независимости. О переговорах на высшем и правительственном уровнях. Детали расскажем в Панораме. Важные назначения новые руководители в совбезе страны, Комитетике госбезопасности, Мингородсполкоме и не только. Расскажем подробности кадрового четверга. Был уверен в том, что та стабильность, которая есть у нас сейчас, в Минске еще 12 городах страны прошли митинги в поддержку нашего государства. Это действительно бороться. Тандем аграрных технологий и оптимальной погоды принес богатый урожай белорусского льна. Техника уже приступила к уборке. Репортаж из льняной столицы Белоруссии. Смотрите в Панораме. Мене суток остается до старта белорусской сборной в новом розыгрыше Лиги нации УЕФА. Эксклюзив с контрольной тренировки команды и в ожидании матча ЮСОПЕН. Азаренко против Соболенко. Сегодня Минск стал центром союзной политики. В белорусскую столицу прибыл глава российского правительства Михаил Мишустин. На повестке переговоры с Александром Лукашенко и белорусским коллегой Романом Головченко. Впрочем, в Минск прилетели все ключевые российские министры. Это сигнал. Разговор коснется широкого круга взаимных интересов. От финансовых и энергетических вопросов до поступления вакцины от коронавируса. Но, кстати, белорусский премьер и станет тем первым белорусом, кто испытает на себе новый российский препарат. На встречах еще раз подчеркнули у стран братский уровень отношений, который не стоит ставить под сомнение, как и решимость Беларуси отстоять свою независимость. Здесь и четкая российская позиция. Всецелая поддержка нашего суверенитета и единства. Впрочем, в переговорах озвучили не только генеральную линию, но и немало деталей политического закулисья. Подробности у Ольги Онищенко. За три недели до выборов и спустя три после. Российский премьер Мишустин в Минск прилетает с завидной периодичностью. И всякий раз правительственный кортеж держит курс на дворец независимости. В июле в Минске прошла встреча под знаком евразийской политики, но даже тогда говорили не столько о пробелах в интеграции, все больше о том, что деньгами не измерить. В самых тесных связях двух стран, которые подпитывает не только экономика. Впрочем, и сегодня союзническая линия прошла через весь переговорный марафон во дворце независимости. После фото двусторонний формат встречи. Но по пути в президентский кабинет Александр Лукашенко расскажет немного о личном. Не всякого высокого гостя здесь посвящают семейную историю. Моя школа, одно из зданий. Мой домик, где я с мамой рос, ну, конечно, сделан как он уже перед собой сейчас. А это сто лет, это, когда мы в купе, мы в купе, где мы в купе, где мы в купе, здесь вода. Где мой в семнадцатом году построил эту крыльцу. И через сто лет я нашел сруб в земле. У самых близких союзников в политике, экономике и жизни повестка, очевидно, не исчерпывается лишь общей торговлей и другими нюансами интеграции. О том, что для русского человека эта земля всегда была родной, президент премьеру Мишустину уже говорил лично именно в этой обстановке. И сегодня разговор Александра Лукашенко начинает точно так. Напоминаю, что эту данность не подпортить никакими испытаниями. Мне приятно с вами встретиться как с человеком, представляющим нашу братскую Россию, во-первых. Ну, а во-вторых, вы же свой человек, корни ваши где-то зарыты в центре славянской цивилизации, там, на севере Витебской области. Я очень благодарен вам за последние недели, и может даже месяц, полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших вопросов для нас. Вы знаете, я чаще и чаще говорю, у нас это просто видно, осязаемо все в связи с отдельными тут выпадами, ну, так называемой нашей оппозиции. Не знаю, как ее назвать, я еще не совсем понимаю, как назвать все это. Но, тем не менее, это для нас урок. Я больше говорю об уроках, о том, чтобы этот урок сподвиг нас, сделать соответствующие выводы, две братские республики, Российскую Федерацию и Беларусь, и по многим-многим вопросам, по которым мы вроде бы не смогли раньше договориться, чтобы мы договорились. И вы с премьером Беларуси сделали огромную работу, чтобы сблизить наши позиции и по многим вопросам вообще договориться. Наболевшие для Минска и Москвы вопросы – это не только о внутренних рыночных барьерах, которые тормозят движение на двустороннем торговом треке, да и в формате пятерки тоже. Согласованных решений, которые бы устроили всех, ждут и в создании общих рынков углеводородов. А с ними – справедливых цен на нефть и тарифов на транспортировку и транзит газа. Ведь на кону конкурентоспособность нашей экономики. Президент скажет, о многом будет говорить лично с российским коллегой уже скоро и не только в экономической плоскости. Вы видите, что происходит, Михаил Владимирович, у нас. Мы видим, что происходит вокруг России. И вот по ходу я вам намекнул, что мы вынуждены были, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ, а для этого все доказательства есть, как бы они не оправдывались, и переброска американских подразделений, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси. Особенно самолетовы, по-моему, 18 или 16 самолетов они перебросили. И 15-20 минут они достигают нашей границы. Мы это все видим, поэтому мы вынуждены были отвечать. Мы развернули практически половину нашей белорусской армии, фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Ну, наверное, эта демонстрация дала свой результат. Но я к чему клоню? Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них появился у Запада новая фишка появилась. Опять новичок, опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера, вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. И мы перехватили разговор. Разговор, мы так понимаем, с Варшавой. Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватили наша радиоэлектронная разведка военная. Военная, поскольку там развернуты части. И мы, конечно же, ведем ее в радио, в сфере противоборства с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который, я вам дам почитать, его мы подготовим, направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, «чтобы отбить охоту Путину, сунуть нос в дела Беларуси». И вот процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-изуитски поступают эти люди. Поэтому, я думаю, Бортникову надо будет серьезно с Нарышкиным разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст передадим. Полностью все материалы сегодня же будут у... Сегодня, завтра у ваших спецслужб, для того, чтобы они разобрались, кому это надо. И, главное, одна тоже цитата, я вам могу ее озвучить сегодня. Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России. То есть, они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль, вот их лицо. Здесь и о Беларуси разговор есть, я вам оставлю этот разговор, вы прочитаете его. Одним словом, гарантии спокойной жизни сегодня пока еще выглядят сомнительными. Но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость, как бы ни накалялась обстановка на внешнем контуре. Вам спасибо за то, что вы в тяжелую минуту подключились и помогли нам хотя бы в экономике серьезно стабилизироваться. Очень серьезно. Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия, как братская страна, как основной наш экономический партнер и рынок сбыта, мы же это не прячем, почти половину всего мы продаем в России, она от нас не отвернулась в эти трудные времена. Еще раз спасибо. Ну, прежде всего, хочу вам передать наилучшее пожелание и теплый привет от президента России Владимира Владимировича Путина. Буквально утром перед вылетом просил передать вам самые добрые слова. Хочу сказать сразу, что без сомнения, гостеприимен Минске, мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Для нас Беларусь родная страна, дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и фактически в наших, значит, сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом, и вы об этом не раз говорили. А то, что касается работы, хочу сказать, что с Романом Александровичем мы в постоянном контакте, Александр Григорьевич, еще с нашей совсем недавней встречи. Мы практически по всей повестке, как союзного государства, так и Евразес, и вообще любых вопросов, которые возникают, активно работаем. Но с вакцинами вы нам поможете. Конечно. И я Владимирович сказал, что это будет первая страна, которым мы поможем с вакцинами. Так это и будет, и я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение, собственно говоря, сегодня сделать его решение. Я надеюсь, что все будет хорошо. Уверен в этом. Спасибо. О том, что правительственные переговоры сегодня пройдут практически в полном составе, говорит тот факт, что Минск утром принимает сразу два аборта с российской делегацией. Для глав правительств в Беларуси и России эта встреча уже далеко не первая, даже с учетом того, что наш кабинет министров обновили летом. Но таким внушительным составом участников диалог еще не вели. Пазалось бы, не самое простое время для переговоров с внешними партнерами. Решить бы внутренние противоречия. Но для Минска этот визит именно сейчас понятный сигнал. Отношения уж точно прошли проверку на прочность. Полагаем, что ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между нашими странами в это непростое время, когда Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались, да и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, хорошо нам знакомый по нашим соседям, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия. Потерпев неудачу в попытке политического близкрига, определенные силы работают над попытками расшатать экономику страны. Но нам не привыкать к противостоянию внешним вызовам, особенно чувствуя поддержку нашего союзника Российской Федерации, которая является и нашим основным торговым партнером с долей 48% по итогам января-июля текущего года. Сегодня каждый второй белорусский товар уходит по-соседски на восточный рынок. Россия еще и крупнейший для нас инвестор. Два миллиарда долларов вложений лишь за полугодие. Как не уронить взаимную торговлю и инвестиции на кризисном экономическом фоне обусловленном пандемии? Дело за решениями на уровне правительств. Они станут руководством к действию для бизнеса Беларуси и России, уверен Головченко. Мишустин в ответном слове скажет, сегодня все заряжены на то, чтобы наверстать упущенную торговлю. Падение оценили в 20%. Но едва ли эти потери сегодня важнее поддержки на политической арене? Прежде всего, хотел бы еще раз подчеркнуть важность обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси. Убеждены, что в нынешней ситуации необходимо действовать строго в правовом поле, полностью исключить внешнее вмешательство во внутренние политические процессы Беларуси, отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций и иных нелегитимных ограничительных мер. Торговля на 35 миллиардов долларов – цифра прошлого года. Понятно, для Беларуси нет другого такого партнера, с кем контакты настолько крепки. А о том, что страны умеют работать в единстве, даже вопреки разногласиям, говорит и тот факт, что Минск и Москва нашли решение в оплате энергоносителей. Об этом сегодня скажет российский премьер, однако упуская детали. В кулуарах нюансы договоренностей объяснит профильный российский министр. Для нас очень важно, чтобы у нас были стабильные, долгосрочные отношения по поставкам нефти в Республике Беларусь, по поставкам газа. Сегодня все эти вопросы обсуждались, также в конструктивном ключе, даны председателями правительства поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры. С учетом достигнутых договоренностей, о которых сказал Михаил Владимирович Мишустин, о погашении задолженности в ближайшее время, которая была накоплена в этом году за поставки газа. Есть, с одной стороны, задолженность в размере 328 миллионов долларов, которые за поставки газа существуют, и в том числе есть предоплата в размере 101 миллион долларов. То есть вот эти две цифры, которые сегодня учитываются в взаиморасчетах. Условия поставок, равно как и цены на российские газ и нефть, для Беларуси обсудят уже скоро, анонсирует министр. Станет ли газ дешевле, пока это предмет переговоров. Причем не уровня правительств, лишь компаний поставщиков с российской стороны и покупателей с нашей белорусской. По нефте ясности, пожалуй, не больше, с той лишь разницей, что переговорный процесс уже стартовал. Индикативные балансы на последующие годы предусматривают 24 миллиона тонн, хотя объем поставок несколько ниже, с учетом потребностей Республики Беларусь в переработке. Что касается цен, наши компании подтверждают уровень цен, которые действовали в 2020 году. Обычно не самая топовая тема в переговорах по линии Минздрава, однако сегодня тоже на пике актуальности. Пандемия объединяет усилия Минска и Москвы по противодействию инфекции как на экономическом фронте, так и по части защиты здоровья своих граждан. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса и первыми прививку получат российские медики и педагоги. Они в силу профессии чаще сталкиваются с инфекцией. Российский Минздрав журналистам подтвердит, в числе первых будут и белорусы. Максимум три недели и вакцина поступит в медучреждения нашей страны. Прививка будет бесплатной. С белорусской стороной сегодня у нас достигнуты договоренности о проведении клинических исследований совместных с учетом данных, проведенных на территории нашей страны и вовлечения добровольцев по испытанию вакцины непосредственно на белорусской стороне. Часть исследований пройдет на территорию Беларуси. Поэтому мы планируем, что в ближайшие три недели мы договоренности достигнем и готовы передать. Из других заявлений дня готовы вместе двигать и кооперацию промышленников, и цифровую экономику, и гуманитарные проекты. Уровень выше, содержание шире. Пожалуй, так можно обозначить фронт предстоящей работы. Договоренности предстоит закрепить уже скоро на очередном союзном совмине. Рассчитывают, разговор будет предметным. И что важно, еще и равноправным, о чем не раз настаивали в Минске. Мол, договор дороже денег. Выполнять его должны без всяких условий. Лишь это гарантия долгосрочного и эффективного союзного партнерства. И такие отношения в равной степени сегодня выгодны и Минску, и Москве. Ольга Онищенко, Илона Красудская, агентство теленовостей. Сегодня президентом были приняты важные кадровые решения. Они затронули ключевые посты в силовом блоке, правительстве и руководстве столицы. Все назначенные управленцы, люди известные, работали на виду. Так, Валерий Вакульчик, отныне государственный секретарь Совета безопасности. На пост главы комитета госбезопасности назначен Иван Тертель. О ситуации, в которой сегодня приходится жить и работать, говорили во время назначения местной вертикали. Здесь изменения коснулись именно Гомельской области. Обращаясь к руководителям, президент добавил, что не считает обстановку в стране проблемной или сложной. И заметил, что стоит выехать за кольцевую дорогу, и жизнь меняется кардинально. Что же касается Минска, в столице новый мэр. Это Владимир Кухарев. А вот прежний председатель Мингородсполкома Анатолий Сивак не снят, а наоборот пошел на повышение в правительство. Такая ротация – это рокировка опыта и энергии. Итак, об акцентах и личностях, назначенных сегодня Наталья Бреус. Увидев генералов возле рабочего кабинета президента, никто не удивился. Обстановка последних недель такова, что приходится быть постоянно на связи с оперативной информацией. Кажется, все отлажено, работает как часы, так что кадровых перестановок не ждали. Но они случились. Впрочем, назначение Валерия Вакульчика госсекретарем Совбеза стало вполне логичным ходом президента. Сколько лет? Без двух месяцев, 8 лет. Я не зря спросил, сколько Валера Павлович проработал. Никто до него, половины даже, не смог выдержать на этой горячей должности. Очень надежный, преданный государству и народу человек. Исполнительный, порядочный. И я никогда не видел за эти годы, чтобы он линию где-то скривил и в угоду чего-то сделал. У нас была жесткая договоренность. Мы и все мы сидящие здесь из простых семей. Поэтому ни в коем случае мы не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда, от земли. И надо сказать, что комитет он в этом плане настраивал. Да и вы же вдвоем работали у него заместителями и знаете систему этой работы. Да и Герасимов, наверное, очень интересовался. И в контакте всегда был с КГБ, проводя ту или иную работу. Поэтому сегодня надо в этот период, период такой перестроечный, если можно сказать, и государственного аппарата, и силовых структур, и прежде всего комитета государственной безопасности, надо обеспечить не только преемственность, но и надо обеспечить такую коллективную работу спецслужб. И мне кажется, что будучи государственным секретаром, вместе с главой администрации, зная направление этой работы, вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы и выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами, и которые возникли новые проблемы, угрозы и так далее. Судя по риторике президента, чувствовалось, что каких-то серьезных претензий к работе людей в погонах у него нет. И назначение прежде всего шаги, которые направлены на укрепление силового блока и повышение эффективности работы ведомств. Андрея Равкова, например, который возглавлялся в Беспрежде, не списывают со счетов. Публично хочу сказать, Андрей Алексеевич же не чужой человек, он надежный человек. Мы с вами договорились, что вы его пригласите, я с ним потом переговору, представим ему работу. У нас хватает вакансий для того, чтобы он работал и приносил пользу нашей стране. Он еще молодой генерал, и думаю, что мы от него поимеем пользу как внутри страны, так и на внешнем контроле, если он захочет работать. У нас достаточно силовых международных организаций, где он может свои усилия приложить. Пост главы КГБ занял Иван Тертель. Для него это возвращение в ведомство из госконтроля. Там он проработал всего ничего, но значит в КГБ он сейчас нужнее. Исполнять же обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов. Рекомендации в его адрес звучали достойные. Способный руководитель, знающий народное хозяйство и приставка ИО, это скорее так, для тонуса. Иван Саниславович, и вам придется работать вместе по некоторым направлениям. Особенно по вопросам борьбы с коррупцией, вопросам финансовых правонарушений и преступлений, и казнократством. Потому что бюджет, второй вопрос, государственная собственность, собственность вообще, в поле зрения КГК. И эти проблемы недалеко от КГБ. Тут должна быть очень хорошая сцепка у Вас с КГБ, чтобы не было никаких повторений и работа была более эффективной. И еще, что очень важно, надо КГБ взять на себя некоторые функции и полномочия, которые всегда тащил на себе КГБ. Надо освободить КГБ от несвойственных ему функций. Я думаю, он всегда будет глазами и ушами для КГК по основным вопросам деятельности. Ну, основную тяжесть по расследованию этих дел, ведению этих дел, доведению до суда вместе с прокурором будет заниматься КГК. Что стоит за ротацией генералов? Есть ли повод волноваться? Кажется, эти вопросы ненадолго повисли в воздухе. Но во время назначения руководителей местной вертикали, когда речь зашла о ситуации в стране, стало понятно. Время, может быть, и непростое, но чрезвычайщины нет. Кадровое решение четверга затронули исключительно Гомельскую область. Сменились председатели в Октябрьском, Добрушском, Жлобинском, Гомельском райисполкомах. А в обл. исполкоме новый зампред. Сказать, что мы в какой-то сложный период производим это назначение, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране. И все время прохожу к тому выводу, когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить вам о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. Потому что у вас жизнь совсем другая, нежели в Минске. И то в Минске она от вас отличается только в воскресенье. Ну вот вы приехали в Минск. Кто сегодня, кто вчера, наверное, вы не заметили ни цветных революций, ни катастроф, ни каких-то ужасных вещей. Есть определенные люди, которым уже публично, демонстративно не нравится то, что происходит в стране. Они были и в прошлые выборы, после тех выборов. Но особенность состоит в том, что тогда они как-то мирно воспринимали свое поражение. Сейчас, в силу того, что очень сильно внешнее влияние, вы это видите, вы люди образованные, грамотные, очень сильно, и оно превалирует над внутренними какими-то то ли протестами, то ли митингами. Если бы этого не было внешнего вмешательства и более того, это прямое управление процессом. Оно происходит и с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали изъявление министра на самом деле России Лаврова, который уже в открытую, человек очень такой сдержанный в этом отношении, но осторожный. Но он уже в открытую заявил, даже цифры называет по поводу того, что происходит на границе. Мы, конечно, вынуждены были наглухо закрыть границы в Беларуси. Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Нам самое важное – не допустить разжигания в Минске какого-то пожара, потому что всегда так бывает. Столица начинается перекинуться на всю страну. Хотя я не думаю, что в Беларуси бы так произошло, потому что нет той основы, сравнивать нас с Украиной и так далее, нет той основы в Беларуси для подобных вещей. Почему? Потому что у каждого человека есть работа. Я не говорю, что уже очень богатые белорусы, но если есть работа, есть возможность заработать, они и работают. Подогретые телеграммерами с праздника непослушания некоторые студенты решили начать этот учебный год. Впрочем, в силу возраста они из тех, кто всегда за любой кипиш. Правда, броуновское движение на улице порой вопреки здравому смыслу и безопасности – это так себе активности. Но поддаться моменту легко, ведь учеба требует куда большей усидчивости и концентрации. Да, молодежь, она всегда была активной, любит там походить, побузеть. Мы это тоже понимаем, но призываем их к тому, чтобы закон соблюдался. Особенно студенты. Ну что ли, хватает студентов. Мы сохранили количество бюджетников, что было в советские времена. Хотели на этом ограничиться, допустим, 50 тысяч бюджетников и все. Но желающих получить высшее образование было гораздо больше. И тогда мы, это я сделал, настоял на том, чтобы, кто хочет учиться, они предлагали за собственный счет, пожалуйста, учитесь. Но, оказывается, все это забылось. Или помнили только те, когда вводили эту норму. Нынешние забыли. Ну, некоторые пытаются выйти в эти протестные колонны. Это их дело. Мы их не отговариваем, мы их просто предупреждаем. Мы дали отсрочку от армии, пожалуйста, учитесь. Не хочешь учиться, иди в армию, иди на работу устраивайся, если ты отслужил, если ты не хочешь учиться. Но порядок в стране должен быть. И вам со стороны, я знаю ваше настроение, вам со стороны это неприемлемо, и вы очень так негативно реагируете на то, что здесь происходит. Но я просто прошу вас понять, что мы фактически оказались перед лицом этой агрессии извне, в одиночку. Спасибо, что президент России поддержал. Так бы нам непросто было сейчас, в этот момент. Но и ошибок нельзя допустить. Нельзя допустить ошибок. Но вы должны прекрасно понимать, есть красная черта. Никому не позволено эту красную черту перейти. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости наших законов. Поэтому я прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает. Многим хотелось бы, особенно тут нашим соседям за границей, чтобы мы рухнули. Не дождетесь, так и хочется ответить тем, кто спит и видит Беларусь, повергнутая в пучину раздрая общественного и экономического. Ведь в этом случае страну можно брать, ну, просто голыми руками. Польша и Прибалтика заняли такую сверхактивную позицию, что даже диву даешься, не стесняясь, вмешиваются в наши внутренние дела. При этом в своем глазу соседи и бревна порой не замечают. Вот у нас, видите ли, литовские, несколько руководителей заявляют, что у нас то не так, это не так, экономика обрушилась и так далее. Ну, я уже недавно сказал, часто ему эксперты напоминают, ну, у тебя было около 400 миллионов человек или даже больше в советские времена. А некоторые называют, что остался миллион или полтора. Полтора. Ну, так надо объясниться перед людьми, где остальные, почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей. По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят тебя, работая в портах и так далее. То же самое поляки. Вот они, видите, что у нас в Беларуси поляки живут. Но это наши белорусские поляки, я уже много раз говорил, это поляки, но это наши поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века только при власти Лукашенко никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивали польские флаги на балконах или где там. И уже в открытую заявляют при распаде Беларуси, Гродненская область отойдет, конечно же, к Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь. И у нас для этого методов и мер предостаточно. Поэтому мы спокойно должны с вами работать, начиная от сельского совета и заканчивая правительством Беларуси и президентом. Заниматься своим делом. Растить хлеб, кормить народ, кормить детей. В школу пошли детишки, студенты учатся в вузах. Это очень важно, этим мы должны заниматься. Ну, а если кому-то не имется, я только что сказал, на это есть четкие прописанные правила в виде закона. Революционная пена сойдет, земные заботы останутся. И запрос на толковых управленцев, особенно в регионах, которые слышат людей и готовы справляться с их проблемами, будет расти. В Гомельщине, где сегодня произошли назначения и без политики, не слабо досталось. К этой области всегда было оправдано особое отношение. Отвечать в регионе за непростую сферу ЖКХ, на которую приходится треть обращений жителей и строительства, доверено Андрею Барановскому. Задача в Гомельской области первая – это социальная. Мы людям обещали в этом году многодетными семьями обеспечить доступное жилье. Это порядка тысячи квартир. Что касается второй основной задачи – это, конечно, экономика. Работать с предприятиями, работать, чтобы не было на территории убыточных предприятий. Вот это основная задача, которую я ставлю перед собой в этом году. И еще одна важная ротация уже для правительства и столицы. Владимир Кухарев, который работал вице-премьером, назначен председателем Мингоросполкома. Прежний мэр Анатолий Сивак не снят, как многие было успели подумать. Наоборот, пошел на повышение и будет работать в руководстве Совмина. Он прекрасно знает Минск, да и его знают люди. Молодой, перспективный человек, уже опытный. Минск есть Минск, столица. Тут надо бегать и крутиться, вертеться. Думаю, что опыт главы города очень пригодится в правительстве. Тем более руководству в правительстве совсем все молодые люди. Поэтому твой опыт там очень пригодится. То есть никакой конспирологии, такую ротацию можно назвать скорее рокировкой опыта и энергии. А энергии, работая в столице, точно нужно немало. Именно Минск задает тон. Статус столицы обязывает держать марку, но главный город – это еще не вся страна. На первом плане здесь остается комфорт жителей. Конечно, уличные акции ему не способствуют. Город не должен останавливаться в своем развитии. Мы видим сегодня, что подавляющее большинство граждан работает спокойно. Неостановлены заводы и предприятия. На сегодняшний день, да, вот эти небольшие локальные выступления, они говорят о том, что надо работать в этом направлении, системно подойти. И в дальнейшем работать с теми гражданами, которые на сегодняшний день выступают с различными точками зрения, проанализировать их и дальше будем работать для того, чтобы наш город оставался, как всегда, таким же спокойным, уютным, красивым. Работать с каждым, ведь это наши люди. Примерно таким был посыл всем управленцам. Сегодня в рабочем порядке президент назначил еще и Вячеслава Рассалая, заместителем Госкомвоенпрома. Впрочем, несмотря на новый этап в карьере, праздновать повышение, этим руководителям даже не будет времени. Ведь впереди рабочие будни и работы хватит всем. Наталья Бреус, агентство Тельновостей. А вот чем наполнены будни лесничего, увидим уже сегодня вечером в авторском проекте «Белорус».